всех приветствую сегодняшний ролик так называется потому что меня в данный момент на работе нет а мой брат ремонтирует эту машину я вам всем фундаментом занимался гидроизоляцию делал видео скоро выйдет так что посмотрите очень интересно и чё там с ремонтом значит skoda octavia тур не знаю какого года выпуска но там не работают стеклоподъемники идет с багажником он-то открывается то не открывается так что вот мой брательник ремонтирует моторчик с редуктором заднего дворника skoda octavia ну как видно у нее идет через ось дворника подача воды на заднее стекло и вот что чаще всего там происходит задний дворник чуть плохо работаю вот это соединение начинает пропускать воду вся вода получается в редукторе может у них так сказать в чехии в германии это все работает хорошо у нас почему-то очень часто происходит именно так дворники это ось кое-как двигается это все мне даже двумя руками не провернуть я не знаю как бедный мотор это дело через редуктор но все равно очень тяжело если мне двумя руками даже еле-еле вообще еле сдвигается так что сейчас будем вынимать чистить смазывать чтобы дальше работали вот в таком состоянии у нас ось дворника я бы не сказал что прям совсем там тоже ржавчинка это на все счистить смазать как следует не видать но я думаю что на этой оси аналогично сейчас почистили более наглядно видно как выжало так она должна двигаться с первой оси у нас получилось выбить что сделали почистили помазали а вот со второй придется кому-то так все мы и победили эту сейчас чистим в таком состоянии ось это просто грязь вот это вот видно надеюсь насколько ее сожрала коррозий закончили с дворниками вот они как должны работать так друзья все я в них произошедшая ремонт скотта октавитур значит брат задний дворник моторчик почистил он заработал давайте включим его для этого включаем зажигание и вот этот лепесток правый от себя работой а вот пожалуйста все с дворником разобрались что с самим багажником ребят сам багажник он не открывался вернее вот так вот сейчас брат починил все открывается и закрывается а так он срабатывал то есть нажимаете вот эту вот ручку раз он не открывался работал как-то через раз а а если на кнопки например закрыл машину и открыл тогда он вроде чик так наполовину при до приоткрылся и все дальше он вот вот это положение у него дальше не открывала и все-таки дождались момента когда она заработает и че у нас тут получается видно что так вот значит вижу что тягу дополнительную пустил провода не подсоединенные видимо что-то с ними происходило врача сейчас лучше у него спрошу он приедет и более подробно вам объясню да вот она вот эта тяга от жигули привязана утка этой тяги которая должна идти сюда так в чем же дело ну чё объяснишь ты сам уже я тебе говорю сказал в конце месяца должны прислать конечно а это вырезать потом да нет это я оставлю давай давай короче вот этот концевик вот он он уже меняный и он как-то работает не курек но но вот этой а вот эта тяга твоя же это гулять его еще это вы тягу я уже поставил чисто механически открывает открывание просверлил отверстие его там не было вот а вот эта вот штучка одевалась на втягивающие и замок открывался с помощью втягивающего видишь все подключено то работает то не работает но по сути чтобы сделать нормально надо поменять просто втягивающие ну втягивающие можно оставить но тоже уже на последнем вздыхании видишь как натужно работает нет я говорю чтобы царь концевик пальцем нажимаешь он срабатывает почти всегда бишь отрыгивает а за счет этого лишь срабатывает через раз концевик пацаны вот вот это вот лапками сделали чисто механику но при закрытии центра замка отключается питание на втягивающее и ты не можешь крышку багажника открыта поэтому вот эти фишки лучше сдернуть да нет на нет сейчас замок никак не блокирует я чисто механическое открытие то есть багажник можно открыть даже когда машина закрыта на а ну хозяин сказал мне наплевать я у меня машина стоит в гараже особо нигде не оставляю мне главное чтобы багажник было попасть всегда ему предложили поменять оказался он сказал мне не надо сделайте тягу теперь чисто механика все опять сделали дешево все раз заработала но осталось ему привести чего трапецию стеклоподъемника итак друзья злосчастная шкода тур октавия стеклоподъемник в помойку все трасса в таком состоянии и беда с блоком кнопок разобрали почистили контакты посмотрели вроде все в порядке на движение вверх нажимаем вниз он все равно крутит вверх но если на авто включить вниз крутит вниз водительский пассажирский уже починили имеется ввиду с водительской двери не работал то есть работает еще надо кнопку как-то сюда приладить обломаны ушки будем смотреть дальше итак с блоком мы разобрались вниз работает вверх работает вниз авто работает а вот вверх не хочет а пассажирский вниз авто и вверх авто работает пусть лучше так чем не как осталось дождаться завтра привезут стеклоподъемник прикрутим мотор все обратно соберу должно работать трапеция стеклоподъемника на шкоду нам пришла такая вот коробка фирма топран написано типа германии по моему топран это одна из дешевых фирм уж не знаю насколько это германия и стоит она представьте две с половиной тысячи китая нету нифига чтобы ну похоже было идентичные блин чем старее машина тем дороже запчасти вот странная штука тоже ну все новое он сказал что когда у него турек был он китайский аналог взял так и то за тысячу рублей новую трапецию стеклоподъемника на турек тысячи рублей на китай но все поставили все работает до сих пор а это прям вообще пипец skoda турбин две с половиной тысячи ну ладно будем ставить и смотреть как она будет работать так ну все мотор мы ставим значит на новую этот на новую трапецию прикручиваем и внедряем туда ну короче все работает на сейчас не чулочек потому что ну да это за делаю зацепил китайский стеклоподъемник топран да я самые качественные запчасти а написано германии это фирма зарегистрирована амане это фирма упаковщик упаковщика не только в свою коробку а все изделия самые дешманский китай так ты смотришь вроде все неплохо сделано но даже дешевый металл взять он это я чуть-чуть подтянул и уже начинает головка смотрит срезаться ну и естественно видно что как отштампована шайба да ну да кривовато немножко ну как все у китайцев не китайцы могут хорошо делать но это будет стоить почти так же как япония короче все друзья все починили сейчас карту двери обратно ставим и skoda у нас отремонтированная поедет так так Субтитры подогнал «Симон»